Пока мои малыши спят, у меня есть время пить горячий кофе, согреться, взбодриться и поесть вкусную домашнюю шоколадную колбаску. Это безумно вкусно, девочки, если вы ни разу не готовили или давно готовили. Обязательно побалуйте своих родных, это невероятная вкусняшка, вкусняшка из детства. Вчера поздно вечером мыла на лоджии обувные полки, открыла так вот, чтобы все проветривалось. И сейчас буду все это дело дезинфицировать. У меня вот такое вот антибактериальное средство от Фаберли. Советую вам его, очень хорошее средство. Часто меня спрашиваете, чем я дезинфицирую, именно вот этим вот средством. Сейчас покажу, как я это дело делаю. С телефоном в другую руку возьму так вот. Здесь удобно дозатором, просто неудобно мне сейчас в руках держать. Ну, так вот распыляю полностью, чтобы никакие микробы нигде не заводились. Ладусик-лопатушек проснулся, помылся, переоделся. Взялся на свой грибочек. Очень ему нравится его грибочек. Да? Ой, где грибочек? Да. Да. Ты прям зайчик. Ты прям поднимаешь настроение. Пока он будет развлекаться с грибочком, мне надо перебрать белье. Темыч. Ладусик-лопатушек. Нанесла масочку. Я уложилась под Темочку. Думаю, ох, сейчас как раз полежу. СПА-процедурой поделаю. Какой-то просто и все. Да, вот это же вот капризулькин. Капризулькин. Тёп, омущаешься. Надо было шпать. Надо было шпать. И тоже так надеялось, что ты будешь шпать. А ты... Красавчик. Пролежим с ней. Так, Темочка быстро выходила. Забыла взять очки. Буду сейчас как крот. А-а-а, я вообще без очков не могу. Тема в рюкзаке. Тема. Темочка. На улице, кстати, такая жара. Зря я одела джинсовку. Идем на Валберес. Надо забрать заказик. Может, спасибо тому, кто придумал такой эрго-рюкзак. Очень удобно, чем таскать. На руках. Покажу быстренько, что же я заказала на Валберес. Заказала себе вот такую вот маску. Это филлер, увлажняющий с гиалуроновой кислотой. Беру не первый раз. От бренда Аравия. Вы мне советовали попробовать. И вот с того времени я уже, наверное, третий или четвертый тюбик данного продукта покупаю. Очень мне нравится. Какое-то время я хотела купить, но на него безумно сильно подскочила цена. И не стала заказывать. А сейчас цена на него вернулась прежняя. Поэтому заказала. Хорошо увлажняет кожу. Для любого типа кожи увлажнение необходимо. Мне нравится, как бренд Аравия упаковывает свою продукцию. Здесь вот еще пленочка такая вот. Ну, единственное, что помялась. Но ничего страшного. Конечно, хотелось бы, когда была бы идеальная коробочка. Потому что это тоже поднимает настроение. И заказала еще вот такие вот замечательные фарфоровые две кружечки в наборе. Две штуки. Очень качественные, стильные. Выбирала их по отзывам. Хорошие отзывы. Такие вот стильняшки. Две штуки стоили 1100 рублей. Я сейчас обновляю всю нашу подсуду. Готовимся к ремонту на кухне. И поэтому хочется все новенькое. И такого вот симпатичное, стильное. Знаете, раньше вот было все по 6 штук. Или по 12 заказывали одинаково. Сейчас такого вот я не придерживаюсь лично. Пусть будет разное, стильное. Каждый день менять. Напишите, как вам такие вот кружечки. Ну, смотрятся они, конечно, классно. И видно, что сделаны очень-очень качественно. Хочу ответить на часто задаваемые комментарии. Уже давно обещала. И все никак забываю, честно сказать. Уже себе напоминалочку приклеила на холодильнике. Сейчас пришла домой. Разделась. Еще ничего не убрала. Напоминалочка напомнила, что мне надо рассказать. Думаю, лучше сначала рассказать. А потом это все убрать. По поводу туалета Камилочкиного. Как мы ее научили? У нас есть знакомые, у которых особенный ребенок. Он младше Камилочку. По-моему, на полу. До того на 8 месяцев. Он младше. И он до сих пор в памперсе. Хотя они занимаются ABA. И постоянно на реабилитацию. Постоянно занимаются. Навык этот они ему никак не могут привить, научить. Причем ничего вообще не помогает. Как я уже говорила, что у особенных деток они на то. И особенный такой мозг. Это лично мое мнение. Я его никому не навязываю. Что вот если что-то им не дано, то хоть что бы ты не делал. У какого бы ты специалиста не был. Вот оно у него не будет идти и точка. Я в этом убеждена. Напишите, что вы думаете об этом. Я думаю именно вот так. Я знаю, что у многих мамочек, у которых особенные детки, именно проблема с туалетом. Когда и как мы научили Камилу. Камилочку мы научили в те далекие времена, когда мы даже и не подозревали о том, что у нас особенный ребенок. То есть она у нас развивалась как положено, только не с кавериночкой, погодки. И мне есть как и с чем сравнивать. Вот физически все она делала так же, как делала Кариша. И мы ее тогда научили. Когда у нее начали появляться особенности, когда у нее началась деградация. То есть не забываем о том, что у Кариши были привиты определенные навыки. Она умела много чего делать для своего возраста. И она потихонечку начала это все забывать. И в том числе она начала забывать навык ходить в туалет. То есть она перестала контролировать. И все это она делала там, где она это захочет сделать. Это был, конечно, ад адский. Как я ее приучала. И просто ее сажала на горшок. Уж извините за подробности, но по-другому никак нельзя это все рассказать как положено. И сидела рядом с ней. И пока она не сходит, мы сидели. И так я ее высаживала целыми днями. Так она сидит, и я на полу сижу. Вот таким образом мы ей вернули навык. Потом, через определенное время, у нее опять что-то там случилось. И она опять потеряла данный навык. Вы не представляете, что это было. Она спала, например, на дневном сне, да. И захотела она в туалет. Ладно, если по маленькому, а то и по большому. Я это все делала в постель. То есть это все чистить, убирать. У меня уже просто не было сил. И это длилось почти месяц. Второй раз, когда она теряла этот навык. И я сходила с ума. Вот, и постоянная стирка, глажка, да и уборка. Это все ненормально. И вот опять точно таким же способом мы возвращали этот навык. Это тот же ЭБИ, да. То есть одни и те же движения, все одно и то же. Сидишь и пока не получаешь желаемого результата. Но я знаю, что по вот этой схеме нашей пробовали наши знакомые, и у них ничего не получилось. Вот видите, у нас получилось. У них по этой же схеме не получилось. Но нужно подбирать именно то, что идет твоему ребенку. Это к вопросу о том, почему я не смотрю видео, да, как другие мамочки занимаются своими детьми. Потому что я знаю, что вот это все, это моему ребенку не нужно. То есть каждому особенному ребенку свой подход индивидуальный. А вот, потом она третий раз теряла навык. мы точно так же возвращали. Она полностью путают, фу, по деревяшке постучать, контролирует свою мычевую. То есть даже когда она спит, когда у нее возвращен данный навык, она встает и идет свое дело, делает туда, куда нужно. И когда она, извините, противно, это согласно, возможно, слушать. Когда она сходит по большому в туалет, она снимает нижнюю часть одежды и идет в ванную, чтобы ее помыли. То есть я детей приучила после вот этого всего идти мыться. И она не исключает, она это все понимает. Бывают у нее моменты, когда она просто одевает и убегает. Ну, с учетом ее особенностей, да, неплохо, что она 50 на 50. То есть один раз может пойти в ванную, второй раз может не пойти. Но то, что она это делает туда, куда надо, это уже огромнейший плюс. Напишите, пожалуйста, как вы своих особенно деток приучали к горшку, к унитазу. Будет очень полезно, потому что очень многие мамы столкнулись с данной проблемой. Вот не могу я сидеть без дела. Надо пропылесосить хорошенечко везде. Хочу сегодня в зале помыть полы, продезинфицировать. Чехло от подушек отправила уже, в стиралку стирается. Вчера был целый день дождь. Вот думаю, помыть ли сегодня окна. Или пока не мыть, вдруг еще будут дожди. Что-то какие-то там тучки такие странные. Вот, не знаю, дилемма. В общем, подумаю. Сейчас пока буду пылесосить. Мой верный помощник. Что пьешь? Это что такое? Русская кола. Русская кола? Лыка, добрый кола? И что, вкусно? Не отличить. Вообще не отличить? Вообще, сейчас кола даже не такая вкусная. Как русская кола? Ага. Ничего себе. Кстати, стильная упаковочка такая. Буду пробовать. Кстати, на самом деле, не отличить. Интересно, где ее делают? Трусскую колу. Москва. Прикольно. Там еще есть спрайт. Как спрайт тоже есть? Нет. Ну, спрайт такое себе. А кола вообще, да? Да. Ну, кола вообще не отличается. Стой. Кирилл, может, пока пойдешь на улицу погулять чуть-чуть? Нет. Иди. Ты что, англичанин, что ли? Нет. Где одевать спортивный костюм? А, подожди, я сейчас тебе дам здесь спортивный костюм. Наверное, одевать только штаны и футболку. Там на улице жарко сейчас. На тебе. Одевайся. Так, закрываем. Я, кстати, здесь задумалась по поводу покупки термона такой вот кружки. Сейчас наступит холодное время года. Брать с собой на улице чай, кофе на прогулке, чем покупать, переплачивать. Но это и удобно с собой даже в дорогу. И вот хорошие отзывы. Вот такая вот фирма о такой вот кружечке. Не знаю, напишите, пожалуйста, какие у вас термокружки. Если вы покупали на Валберес, можно мне сразу и артикул скинуть. Думаю. И еще, знаете, что хочу заказать? Я много чего хочу. У меня здесь очень много. О, кстати, вот сейчас закажу подстаканник для коляски. У меня подруга заказала. Она мне скинула ссылочку. И я у нее видела. Очень качественно сделала. И я набрала за 500 чем-то. А сейчас 405. Да-да-да. Я сейчас себе закажу. Здесь Кирюха Лего хочет. 9,870. Представляете, цена на Лего. Ну, может, когда-нибудь будет гуманной. Кстати, я выбираю стульчик для Темочки. Это Итальянский бренд. Очень тоже качественный. Вот выбираем между ПакПерега и вот этой моделькой. Не знаю. Ой. Надо сейчас отложить это все. Быстренько заказать. Пока такая хорошая цена на подстаканник. Здесь вот еще, кстати, Леша кроссовки. Но я их видела вот со скидкой. Как-то ночью Тема не спал. Паша с чем-то. Вот буду ждать такую скидку. А я себе, знаете, вот так вот закидываю. И потом жду хорошую скидку. Вот я себе решила, что вот этот стаканчик, например, да, если я этот буду брать, то хочу его купить за 1300-1400 потолок. Но пока на него такая цена не будет, не буду брать. Будет он у меня в отложенных. Так, такой наборчик себе тоже хочу на кухню. Он классный, такой стильненький. Для меда, для сахара, для парварды. Вон, за 405 закажу. Очень удобно на Валберис. Конечно, делать заказики. У меня, смотрите, сколько отложено. Чего только нету. Я, кстати, подумываю, знаете... Ой, не туда зашла. Сейчас подумываю купить вот такой вот термо-холодильник. Сейчас живем в какое-то такое время. И задумала, что нужен термос-термос для воды, термос для еды. Вот такой вот термо-холодильник для еды. Мало ли что. Вот все должно быть дома. Дай-ла, чтобы пригодилось просто для поезда какие-то путешествия. Но такие вот вещи будут дома. Не помешают. Вот, кстати, очень многие хвалят фирму Арктика. Напишите, если кто-то пользовался. Как вам? Рассекретила я заначку Карины. Решила здесь у нее убраться. Так. Так-так-так. Выходи, давай, Стемыч. Карина, это что такое? Что за заначка? Ты как хомяки, блин. Да я не представляю. Ух ты. Вот буду знать, что я хочу шоколадкой, вот я и стрельну. Нет. Да. Вот, блин, где заначка. Я сейчас пила ковек без вкусняшки. Карина. А это что такое? Это журачка. Блин, заначка у тебя такая знатная. Тени для бровей моей. Помадка точнее. Девочка растет. Все, моя косметика уже перекочевала. Тени, она, знаете, как говорит, ты пользуешься? А, нет, ты давно не пользуешься. Я забираю. Щасик. Какие они похожи. Одинаковые они прям с Каринкой. Очень похожи. Малышка, Ками, детство ты что вспомнила? Погремухой. Ты что детство вспомнила, моя девочка красивая? Да. Чего ты? Сегодня камень не такая капризная. Это очень-очень радует. Меня ждет, как всегда, великая глазка. Быстрее бы лето. Летние вещи легче гладить, чем осенне-зимние вещи. У меня сегодня еще стирка подушек, глазка, уборка. В общем, такая дребеди целый день. Да, моя сёночка. Потом пойдем гулять, да, Камечка? А, ты сегодня с бабулей, с дедулей идешь гулять? Бабушка с дедушкой позвонили. Сказали, хотят забрать Камилочку на прогулку. Я здесь сняла шторы. Чуть вчера стирала шторы. Сняла, уже постирала. Вот муж придет, их повесит, надо потом хорошенечко их отпарить. И еще полная кровать. Тоже вещи, которые нужно погладить. Ты чё, моя Клёшка? Клёшка? Темочкины носочки. Дейка, моенька. Такая она хорошенькая, такая она сладенькая. Душа радуется, когда ей хорошо. Дала, чтобы все были здоровые, да, зайчик мой? Чтобы у Камилочки ничего не болело. Ни у кого здесь никогда ничего не болело.